МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире 32-й предвыборный зум на парламентские выборы Национального собрания Западной Армении. Сыны Западной Армении Сос Лукасян. Западная Армения вошла в список древних стран. Комиссар Совета Европы по правам человека посетит Армению и Баку. Решающая битва за существование Армении еще впереди в Артан-Усканян. Захватив Арцах, Баку породил ряд региональных противоречий. А в провозглашении церкви Амена Перкич Албана-Удинской. Избирательная комиссия Национального собрания Западной Армении приглашает принять участие на 32-й встрече с зум, организованной в рамках предвыборной кампании на парламентские выборы декабря 2023 года. Встреча состоится 19 октября 2023 года в 20.00 по французскому времени и в 22.00 по ереванскому времени на армянском языке. Тема встречи – парламентские выборы в Западной Армении Арцахи. Докладчик Арменак Абрамян. Присоединяйте к встрече с зум по указанной ссылке. Гукасян Сос Мушегович родился 19 января 1999 года в Чартаре. Был самым младшим в семье, самым умным, самым мудрым, любимец друзей, всегда приходящий на помощь. После окончания школы профессия была однозначно определена – военной. Сос был настоящим героем, продолжая работу дяди военного, пользовался уважением и любовью окружающих. Учился в военной академии имени Вазгена Сарксяна. Окончив военную академию, поспешил в родной Чартар. Началась война. Получив ранение, во время 44-дневной войны 2020 года от госпитализации отказался и вновь отправился на позиции. Утром 19 сентября 2023 года Баку обвинил армию обороны Арцаха в проведении диверсионных действий и в том, что в результате взрывов якобы погибли 6 азербайджанцев. Затем объявил о начале антитеррористических действий в Арцахе. И вновь война. На первой линии капитан, который сражался и пал как герой, не оставив друзей на поле боя. Сос Гукасян спас всех, а сам увы погиб. Одна из родных Соса Нина Мнацаканян написала в память о Сосе. Сос Гукасян погиб на позициях Мартуни. Вечный воин границ, совершивший множество подвигов. Храбрый и бесстрашный. Да утешит боль родителей Бог, потерявших сына Айказнуни. Вечная слава павшим в бою героям. World Population Review опубликовал статью, в которой отмечается, что на протяжении тысячелетий возникало и исчезало бесчисленное количество народов и стран, некоторые из которых существуют по сей день. Национальные границы, правящее правительство и столица изменились. Однако эти страны сохранились и дошли до наших дней. В список вошли Греция, Китай, Португалия, Армения, Франция, Япония, Иран, Саммарино, Эфиопия, Египет. По разным причинам можно точно сказать, какая из десяти стран самая старая. На четвертом месте в списке старейших стран находится Армения. Согласно нашим исследованиям, Западная Армения намного старше. Следует отметить, Западная Армения встречается на древнейших картах мира и в учебниках истории. Иногда как независимое государство, зачастую как разделенное между соседними империями. Но так или иначе, Западная Армения, начиная с древнегреческих и римских карт, упоминается по всей день. Самая старая карта мира, дошедшая до нас, это Вавилонская, изображенная на глиняной плите. Карта была найдена на территории Ирака в XIX веке. Сейчас она хранится в Британском музее. Вавилонская глиняная плита датируется VI веком до н.э. На данной карте в центре мира находится Вавилон, а в северо-западной части – Западная Армения и Осирия. Вокруг них горькая река Дарагет. Следовательно, Западная Армения – единственная из современных стран, которая была изображена на древнейшей карте мира. За этой картой следуют атласы, составленные древними греками, на каждой из которых Западная Армения обозначена как центр цивилизации, простирающейся от Каспийского моря до Черного. В книге по географии Птолемея, жившего в I-II веке н.э., указано 8000 наименований рек, городов и сел, 167 из которых относятся к Западной Армении. Западная Армения также рассматривается как центр мира на карте греческого историка Геродота, на которой, однако, вместо Вавилона Осирии отмечены Марастан. Армения от моря до моря, Цовицов, также изображена на третьей древней карте Атласа Старабона. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Мятович с 16 по 23 октября посетит Армению и Баку, а также и Арцах, уделив особое внимание ситуации с правами людей, пострадавших в результате конфликта. Комиссар проведет встречи с представителями правительства, международных организаций и гражданского общества. По окончании визита будет сделано заявление. Об этом говорится в опубликованном сообщении офиса комиссара. Несмотря на то, что в армянском Степанакерте вывешена тряпка искусственно образованного под названием Баку, наша проблема по большому счету не изменилась. Об этом в своем телеграм-канале написал ироновед Вартан Осканян. Почему не изменилась? Потому что в конце концов нужно констатировать, что вопрос вовсе не в арцахской проблеме. По крайней мере, для врага нет и не было подобного вопроса, чтобы выявилось предельно четко после якобы решения, когда мишенью врага уже открыта является Республика Восточная Армения. Изначально варварский режим Баку, который является роковой метастазой, питаемой Анкарой на теле Южного Кавказа, в глубинном плане сформулировал вопрос так, или мы, или Армения. Тогда, как мы и сегодня, к сожалению, не хотим этого осознавать. Поэтому решающая битва за существование Армении еще впереди. Мы можем и обязаны изменить ход боя, направленный на завершение существования искусственного образования под названием Баку. Для этого нашим приоритетом должно быть осознание и фиксирование проблем. Многие факторы способствовали окончательной победе Баку в длительном конфликте с Арменией вокруг Арцаха. Некоторые факторы коренятся в сложной истории Южного Кавказа. Другие связаны с неравенством в размерах населения и ресурсах Армении и Баку. В отличие от Армении, у которой мало природных ресурсов, Баку является богатой энергоресурсами страной и, следовательно, способен тратить больше суммы на вооружение, говорится в статье журнала Института ответственно-государственного управления Куинси. К несчастью, для Армении Баку также стал более важным для Запада в ходе войны на Украине. Это означало, что ни Европа, ни США не были готовы пойти на риск, чтобы сдержать Баку. Наконец, международное и региональное геополитическое соперничество и уязвимое геополитическое положение Армении способствовали ее окончательному поражению. Среди этих факторов было более широкое соперничество России и Запада за контроль над Евразией и 30-летние усилия Вашингтона по сдерживанию изоляции Ирана, которые отказали Тегерану в какой-либо роли в формирующихся после Холодной войны экономических структурах и структурах безопасности на Южном Кавказе и, что самое главное, в строительстве трубопроводов для транспортировки нефти и газа из Баку, Каспи и Центральной Азии на западные рынки. Для достижения этой цели США и Европа фактически отвели Турции ведущую роль на Кавказе и в Центральной Азии в качестве модели, которой должны подражать государства Центральной Азии, так и в качестве главного регионального партнера Запада. Возможно, в то время Армении следовало бы увидеть сигнал и более тесно сблизиться с Западом, стремясь достичь соглашения с Турцией. Но, учитывая историю армян с Османской империей и Турцией, сделать это было нелегко и вместо этого Ереван предпочел более тесно сотрудничать с Россией. Таким образом, последний Кавказский конфликт еще не завершен и впереди могут возникнуть более крупные столкновения, особенно если Азербайджан продолжит претензии против Ирана при поддержке Турции и Израиля. В последние несколько дней появились сообщения, что Баку и Тегеран сейчас пытаются нормализовать двусторонние отношения и даже обсуждают открытие нового транзитного маршрута через Иран на Хидживан, что могло бы облегчить некоторые ключевые опасения Тегерана. Однако глубоко укоренившиеся источники напряженности между Ираном и Азербайджаном вряд ли будут быстро устранены, и поэтому риск возможного конфликта остается высоким, особенно в том случае, если соперники Ирана окажут давление на Баку. 15 октября 2023 года на азербайджанском телеканале CBC-TV Азербайджан с откровенной пропагандистской программой транслировался русскоязычный документальный фильм «Разрушенные храмы Арцаха. Раскрытие армянского вандализма». Автор и ведущая фильма – заместитель главы российской общины Баку, журналист Анастисия Лаврина. В фильме, носящем явно пропагандистский характер, мишенью стали два построения арцахского села Талиш в провинции Западной Армении, дом культуры, села и церковь Сурб Аменаперкич. Церковь Сурб Аменаперкич представлена как албана-удийская и относится к XII-XIII веку. Так церковь представляет и датирует руководитель удинской общины Баку Роберт Мобили, который активно участвует в официальной азербайджанской политике и пропаганде, направленной на уничтожение армянского культурного наследия. Для Роберта Мобили основанием для такой датировки послужило то, что церковь была построена из песчаника-известника, которая в течение 500-600 лет разносил ветер. Отметим, что церковь Сурб Аменаперкич была построена в 1894 году на средства местных жителей. В документальном фильме звучит мысль о том, что церковь не была арменизирована. Сохранилась в первозданном виде лишь потому, что в советские годы здание использовалось как хозяйственный склад, а внутренние стены были покрыты слоем шукатурки, благодаря чему на месте остались удийские кресты. Роберт Мобили высказал мысль, что в скором времени церковь должна быть отремонтирована, укреплена, как хороший пример, Албана-Удинского памятника на территории. Пропагандисты Азербайджана и объявившие себя исследователями и экспертами выполняют недостаток элементарных знаний самозванными заявлениями, меняя время и принадлежность армянских христианских структур. И в завершении новостей послушаем песню «Кану Лайлен Блеле». Песня «Кану Лайлен Блеле» Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Продолжение следует...